Здравствуй мой дружок пирожок, это коротенький видео гайд о том, как получить новый боевой дробовик в GTA Online. Для этого как ни странно нужно запустить ограбление Кайперика, и пробраться в поместье блондина. Во время ограбления можно найти этот дробовик в рандомной точке, обычно он находится в таком положении, после его взятия, им можно пользоваться, но только во время ограбления, в обычной сессии его необходимо будет купить, всего известно 7 точек спавна этого дробовика, все они находятся в открытом доступе, то есть найти дробовик соло можно, и никаких дверей открывать не нужно. У меня заспавнился дробовик вот в этой точке, стоял около фонтана, и это хорошо просматриваемая локация, так что если ни в одной локации не оказалось дробовика, вероятнее всего вы его просто не заметили, хотя лично я перезапускал это ограбление 3 раза, и только на третий раз я увидел этот дробовик. Ну и теперь собственно как его получить себе в инвентарь. Все очень просто, купить, купить за ненормальные 295 тысяч баксов. Выглядит этот дробовик конечно потрясающе, отличная детализация, плюс этого дробовика, которые сразу заметны, это возможность нацепить глушитель и фонарик. Ну и раз мы его купили за такие бабки, он должен их полностью окупать, или не должен, а? Сейчас узнаем. Я решил отправить павлика на бойню, чтобы он проверил этот дробовик в идеальных условиях для этого оружия, закрытая местность, и средне близкая дистанция для поражения цели. И знаете что, он меня разочаровал. Убойность у него неплохая, кучность стрельбы средняя. Есть дробовики, которые стреляют практически в одну точку, естественно зависит от расстояния. Тут всего 6 зарядов, которые, внимание, не могут стрелять в автоматическом режиме. То есть для быстрой стрельбы нужно спамить кнопку мыши, зажать и отстрелять 6 зарядов никак нельзя. Перезарядка. Да, тут типичная перезарядка для дробовика, то есть приходится ждать пока персонаж насует все 6 патронов с дробью. Это сильно усложняет процесс при ожесточенной стрельбе. К тому же тут какая-то ненормальная отдача. К ней конечно можно привыкнуть, но после 2-3 выстрелов, камера уходит в потолок, а мы тут не в кс гоу играем. В общем дробовик справляется со своей задачей, но очень долго, туго, и вообще как улы хера я обсираю дробовик, который целиком и полностью отыгрывает свою сущность. Вот теперь та же локация, те же враги, но теперь штурмовой дробовик, единственный дробовик, который необходимо иметь, не считая конечно марк 2 дробовика с разрывными патронами. Тут 32 заряда, стреляет автоматически, зажал и пошел крошить всех, убойность плюс-минус такая же, дальность поражения такая же. Это я проверил из-за укрытия, вот как стреляет наш боевой дробовик. А вот как стреляет старый добрый штурмовой дробовик, разницы в дальности стрельбы практически нет, зато тут барабанный магазин, отстрелял все, заменил барабан, и вперед, у тебя снова 32 патрона, которые готовы посетить головы врагов. Да и если вы косой, как и я, то какая-то часть дроби да зацепит врага, повалит его на пол, где его собственно можно и добить. В общем боевой дробовик намного хуже штурмового, ну а ценник у него в разы больше. Раньше роки не могли себе позволить на обычный дробовик поставить цены 3 или 4 гранатометов, если этого мало. Вот как ведет себя боевой дробовик и штурмовой дробовик при уничтожении транспорта, старался стрелять как можно быстрее, но вы и сами все видите. То есть чтобы уничтожить транспорт, вам понадобится в 2 раза больше времени, к тому же если быстро нажимать на огонь при перезарядке, то перс загонит туда 1-2 патрона. С одной стороны это хорошо, ведь для полного поражения может не хватать всего одного выстрела, с другой стороны перс после этого снова будет тратить время на перезарядку. Ну и что по итогу? Ну итог тут один, найти конечно же дробовик этот нужно, для галочки хотя бы, покупать я его не советую. Мой штурмовой дробовик может не поражать с одного выстрела цель, как другие шотганы, зато пока эти шотганы будут перезаряжаться для следующего выстрела, штурмовой настреляет в 5 раз больше. Кучность стрельбы все таки возможно чуть лучше чем у штурмового, но вероятнее всего это из-за того, что на штурмовом вы зажимаете кнопку и стреляете, а тут каждый выстрел должен быть обоснованным. Если смотреть на статистику справа, то у боевого лучше только дальность, в остальном штурмовой топ. Ну и опять же дальность и урон, это такие показатели, которые становятся хуже если на них нацепить глушитель, но на обоих дробовиках он есть, поэтому тут никаких вопросов. В общем вот такой дробовик добавили роки в новом обновлении ограблений кайперика, покупать его или нет, естественно ваш выбор, я бы не стал засорять слот. А на этом все мои дружочки и пирожочки, всем бб, всем гг. Мой дружок пирожок, вышла большая обнова, а с ней самолеты и вертолеты, машины амфибии и даже подводная лодка. Хочется все это прикупить, но нет денег, я помогу. Заходи в мою группу по прокачке, делаем все быстро, качественно и недорого. Любой уровень, любое количество денег и полная прокачка персонажа. Также есть вариант прокачать свой аккаунт на PS4, а для ПК Боярея есть промокод, укажи его при заказе и получи дополнительные 20 лямов к пакету прокачки. Ссылочка в описании, переходи и заказывай.